В этом видео посмотрим, как мы можем самостоятельно создавать вот такие кивки, как вы видите на экране. И для их создания будем использовать многофункциональный фото- и видеоредактор Canva. Перейдем к нему. Мы на главной страничке, заходим во вкладочку шаблона и выбираем видео. И нам тут же предлагаются разные форматы видео. Мы должны определиться, какое у нас должно быть видео, горизонтальное, вертикальное или квадратное. Я в своем случае выбрала квадратное. Для квадратного видео нам подойдет либо видео на Facebook, либо видео коллажи. Давайте нажмем на видео коллажи. Здесь предлагается огромное количество шаблонов. Кстати, вы можете взять любой шаблон, поменять в нем фотографии или видео на свои, заменить надписи, поменять цвета, получить совершенно свою открытку или баннер и сохранить его либо в формате видео, либо в формате GIF. Мы же будем создавать GIF. Для этого нажимаем пустой дизайн. Вот наш квадратный шаблон. И я скачала заранее видео в интернете. Чтобы его сюда поместить, идет к канву. Просто перетягиваем на экран и идет загрузка. Видите, здесь ползетенькая полосочка. Итак, видео загрузилось. Перетягиваем его на шаблон. Здесь мы его делаем квадратным. Растягиваем за ушки. И само видео у нас длинное. Оно 16,7 секунд. Нам такое длинное не нужно. Для GIF рекомендуется не больше 15 секунд. Но еще лучше где-то в районе 5-7 секунд. Чтобы его начать редактировать, заходим на вкладочку с ножничками. И здесь можно его обрезать и с начала, и с конца. Вначале я хочу его до этого момента обрезать. И в конце тут тоже много лишнего времени. Смотрим, какие кадры оставить. Вот котик поджал ушки. Вот, и дальше уже пошло то, что нам нужно. Я хочу еще сделать покрупнее. Распорняем немножко. И выровняем по центру. В принципе, можно на этом остановиться. Скачать видео в формате GIF. Но мы добавим еще какие-нибудь надписи. Для этого можно использовать либо текст, либо вкладку элементы. Давайте зайдем в элементы. И здесь выберем какую-нибудь надпись. Например, Омник. Сама канвай нам предлагает графику, фото, видео. Мы идем в графику и выбираем показать все. Здесь есть и анимированные, и эстетические. Например, можно взять анимированную такую. То есть уменьшить, выставить так, как нам нужно. И в принципе, можно на этом остановиться. Но я вам хочу показать. Просто мы сделаем посложнее. Сложнее, чтобы показать вам просто возможности редактора канва. Если мы возьмем вот такую статичную картиночку. Можно ей сделать анимат. Во-первых, можно поменять цвета. Вот здесь она состоит из двух цветов. Желтого и черного. Можно черный поменять на другой цвет. И желтый, если выбрать. Желтый. Вот здесь. Можно сделать желтый, более желтый. Более яркий. Перемещая этот кружочек по палитре. Дальше, что мы можем сделать. Теперь мы можем эту же надпись заанимировать. Выделили ее и заходим в вкладочку анимации. Можно сделать ее появление. Просто наводим курсор на разные эффекты. И смотрим, как появляется этот надпись. В бесплатной версии здесь немного ограниченная. Можно сделать такой пульсирующий. Немножко ограниченный набор анимаций. В платной версии, конечно же, там всего больше. Ну, можно сказать, в одной такой анимации. Но я пока что это удалю. И мы посмотрим еще другие здесь возможности. Здесь картиночки, которые в короне. Это платная версия. Те, которые есть ничего, это бесплатные. Вот видите, здесь и анимированные, и эстетические. Ну вот, я в элементах нашла вот такой значок пустой. И внутри него можем написать. Его можно растягивать или уменьшать. Выставлять по центру или там, где нам нужно. И можно еще добавить текст. Выбираем здесь добавить текстовое поле. Вот она слишком маленькая. Я его укрупняю плюсиком. И вот здесь, здесь внутри уже напишу свой текст. Для текста мы можем поменять цвет. Выделяем его. Идем в букву А с цветным предчетом. Делаем шрифт жирным. Теперь я его хочу перетащить на подложку. И хочу поменять его на чертами. Для этого заходим на вкладочку в тату. У меня уже здесь есть подсказки разных шрифтов. И пускай будет вот такой жирный шрифт. И сам шрифт, саму надпись тоже можно заанимировать. Вот она у нас сейчас выдает. Или надо ходить на анимацию. И смотрим, какие здесь эффекты появления. Вот мне вот такой нравится эффект. И его можно выбрать при появлении, при выходе, при ходе, при выходе или оба поверхности. Ну вот, у нас получилось пока что видео на 5 секунд. Теперь, чтобы его сохранить к себе на компьютер, заходим в вкладчу «Поделиться». Идем дальше вниз «Скачать». И здесь обязательно нужно выбрать формат. Нам нужно не видео, а нужно гиппи. Берем гиппи и скачиваем к себе на компьютер. Сохраняем в папку. Открываем. И наслаждаемся результатом. Вот так, друзья, легко и просто можно делать гиппи. И где-нибудь постить их в социальных сетях. И встает вопрос, где брать такие прикольные видео. Ну, ответ мой будет такой. Я лично взяла это видео на бесплатных фотостоках. Есть фотостоки, в которых можно скачать бесплатные картинки и видео. Еще один вариант, где брать такие картинки. Сама канва нам предлагает. Например, здесь, если мы ведем поиск, дизайн и кейтс. Вот она нам пишет, что нашли результаты по кейтс. И идем вот сюда вкладочку «Видео показать все». Ну, здесь, конечно, большинство видео будут платные. Но ей можно найти и бесплатно. Например, вот такой котик. Очень смешно. Я с ним тоже делала гиппи. Вот такой. Разочарованный котик. Эмоции разочарования. Можно также в конве делать открыточки поздравительные. Вот такие, например. Здесь просто я выбрала шаблон. Поменяла картинки и видео. Добавила графические элементы к каждому элементу. Добавила анимацию. И получилась такая открыточка. Ну что ж, друзья. Вот так легко и просто можно делать гиппи в редакторе канва. А я видео буду заканчивать. До встречи в новых видео. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...